Всем привет, меня зовут Юлия. Вы на канале Буки в руки, на канале с моим субъективным мнением о книгах. Сегодня расскажу вам о своих книжных планах на 24 год. Я знаю, что февраль, но китайский Новый год наступил 10 февраля, поэтому я успела. Вообще не собиралась строить книжные планы на год, потому что казалось, что квартальных достаточно, но как-то вечером я скосила свои глаза на свой ящик с книгами и поняла, что одна серия у меня очень хорошо покупается и не так хорошо читается. Я не утверждаю, что к концу года соотношение это будет другое, потому что там выходят очень классные книги, которые хочется покупать и как-то складировать, запасать, но, по крайней мере, на более постоянной основе я решила их включать в свои чтения, в свои планы. Это «Азбука иностранка», серия больших книг, и в первом месяце я, наверное, можно сказать, схитрила, потому что эта книга у меня была в планах на зиму уже. Луиза Мэй Олкотт, ее татрология про маленьких женщин, рассказывает нам о семье, которая осталась без отца. Отец ушел на войну, и мы наблюдаем за четырьмя девочками разных возрастов и их мамой. Наблюдаем за тем, как они становятся взрослыми, наблюдаем за тем, как они справляются с трудностями, как их мама учит их мудрости. Невероятная книга, возможно, понравится вам не с первого взгляда, как это было со мной, но я думаю, как минимум второй шанс ей стоит дать. Вторая часть рассказывает о том, как наши девушки становятся взрослыми и вступают уже в такую взрослую жизнь, кто-то даже в семейную жизнь вступает, и с какими трудностями они опять же здесь сталкиваются, и как им мама помогает преодолевать все неприятности, которые варятся на их голову. Третья-четвертая книга рассказывает о мальчиках. Сначала это маленькие мальчики в школе, мальчики разные абсолютно, они и из обеспеченных семей, и просто с улицы подобранные. За мальчиками наблюдать тоже было интересно, хотя не так близко, как за девочками. Ну, возможно, я еще не доросла до этого произведения, мне нужно будет перечитать раз за три для того, чтобы вникнуть и понять, и принять. А вот взрослая жизнь рассказывает уже об этих же мальчиках, но подрослевших, и эта часть понравилась мне больше, чем третья, потому что там уже видны характеры, и видно, как каждый из мальчиков, про которых мы писали в третьей части, опять же справляется со своими трудностями, которые встречаются ему на пути жизненном. Очень нравится, очень уютное, теплое ощущение оставляет после беды книга, и в лучших января 100%. Следующая книга, это тоже книга, запланированная на зимние чтения, это «Смерть Артура» от Томаса Мэлори. В общем-то, это сборник легенд, которые были о короле Артуре и его рыцарях в одной книге. Не могу сказать, что мне очень нравится, лучше она вряд ли станет, но при этом интересно ознакомиться с тем, каким Артур представлялся людям 15-го, кажется, века. Я здесь помечу, если не права, потому что книгу писал рыцарь, бывший рыцарь, который сидел в тюрьме за разбой и грабежи, и всякие непотребные дела. Это уже очень интересно. И то, каким здесь предстает Артур, немножко разнится с моим впечатлением и с моим мнением о нем раньше. Читать интересно, местами даже очень забавно, но в любом случае книга не то чтобы очень захватывает. По крайней мере, я познакомлюсь с артурической личностью, такой привлекательной. Это то, что касается зимы, получается, январь и февраль. На весну я для себя взяла Дюма. Так, может быть, весна быть без Дюма, ну это же прекрасное сочетание. Здесь у меня будет его трилогия «Губенотские войны», начинающаяся с королевы Марго, довольно известный роман, который рассказывает нам о том, как Маргариту Волуа выдают за Генриха Наваррского. За прекрасного Генриха Наваррского. Я надеюсь, что я сниму в ближайшее время без спойлеров про диалогию Томаса Мана о Генрихе четвертом, потому что это такая личность, это такой мужчина. Но там, кстати, вот браку и какому-то периоду отношений именно Генриха и Маргариты не так много времени уделено. Здесь целый роман. Я надеюсь получить удовольствие от этого чтения, я надеюсь посмотреть на уже знакомую мне историю с новой стороны. И, в принципе, я так думаю, что Дюма здесь, конечно, приукрасил исторические моменты, но читать про то, как Маргариту Волуа отдают замуж за человека, который ей не так, чтобы очень нравится, и при этом у нее есть Генрих Дегис, который ей очень нравится, мне кажется, там и Дерик будет. Мама дорогая. При этом, насколько я знаю, именно в этом же произведении у нас упоминается Варфолмеевская ночь. То, как Ман написал Варфолмеевскую ночь, там буквально пара страниц, но это такая мощная штука была. Я до сих пор помню. И помню, как Генрих на нее отреагировал. Мне интересно, будут ли пересечения, и будут ли сходиться авторы во мнении о том, как Генрих на нее реагировал. Вторая книга, это... Вторая книга трилогии. Графиня Демонстром. С удовольствием в свое время смотрела по телевизору сериал. И, боже мой, как я жду встречи с Шико. Тем более, что все, кто читал, утверждают, что, ну, это просто прекрасный мужчина. Это вот невероятный мужчина. Очень хочу познакомиться. Мне даже, наверное, не столько интересна любовная история графини Демонстрома и графа Дебюси. Одна пытается скрыться, выйдя замуж за какого-то там старичка, для того, чтобы избежать внимания брата короля. Второй в нее влюблен. И им надо как-то вот это вот все проворачивать. Но я помню, что в сериале был интересный монах и Шико. Вот у меня это единственное, что интересует. Любовная линия может там где-нибудь на заднем плане развиваться. В принципе. Хотя. Это же Дюма. Я думаю, что и любовная линия меня захватит. Третья книга. 45. Это у нас уже, получается, май. Рассказывает нам о том, как Генрих Третий уже теряет свою власть. Потому что Генрих Дегис пытается лишить его жизни. И здесь вроде как 45 телохранителей Генриха Третьего пытаются этому противостоять. Я не видела, чтобы у Генриха Мана было про какие-то 45 телохранителей. Но, в принципе, он и писал не про Генриха Третьего, а про Генриха Четвертого. Будет интересно почитать. Я думаю, что здесь должны быть какие-то, опять же, интриги, тайны и динамика однозначно. Раз у нас здесь спасение короля. Очень интересно. Мечтаю побыстрее, чтобы весна началась. Летом я решила пойти по, ну, наверное, романтичной прозе за одним исключением. Начну июнь с Джейн Остин. Сборник называется «Гордость и предубеждение». На самом деле здесь три ее больших романа. Это «Гордость и предубеждение», «Эмма» и «Чувство и чувствительность». Я думаю, что «Гордость и предубеждение» никому не надо рассказывать. «Эмму» я не знала, но посмотрела фильм, который выходил не так давно. Мне очень понравилось. «Чувство и чувствительность» не знаю. Я не видела ни фильмов, ни каких-то отзывов на него не слышала. Поэтому читать аннотацию не стала. Надеюсь, что это будет для меня приятный сюрприз. Джейн Остин. Начало лета, мне кажется, сочетание очень удачное. Июле. Я отдам свое предпочтение Конан Дуэлю и сборнику его фантастических рассказов. Сборник получил название «Маркотовой бездны». Это произведение рассказывает о ученом, который отправился изучать самую глубокую впадину в океане. Я так понимаю, речь про Марианскую впадину. И увидел там совершенно необычный мир. Здесь, конечно, гораздо больше рассказов. Я думаю, что мне будет интересно познакомиться с этой стороной творчества Дуэля. Я читала у него уже исторические романы «Сэр Найджел» и «Белый отряд». И вот сейчас, кстати, когда я читаю про короля Артура, я понимаю, насколько Дуэль мастерски передавал именно настроение и поведение людей того времени. Поэтому рассчитываю, что и тут он меня не разочарует. И помимо Шерлока Холмса мне появятся еще какие-то новые любимые герои. И август я хочу завершить книгой, которую не прочитала в прошлом году летом. Когда август, подсолнухи. Это Элизабет Гаскелл «Жены и дочери». Здесь два романа «Жены и дочери». Последний роман Гаскелл. Его дописывал журналист, но при этом он советовался с ней, как должно все закончиться и как должно развиваться. А Мэри Бартон – это, наоборот, первый роман. И, насколько я понимаю, его хвалят больше. Что касается «Жены и дочери», то здесь у нас рассказ про маленький городок, уже приятно, в котором живет вдовец, и он решает выйти, жениться второй раз. При этом у главной героини появляется сводная сестра. Очень такая вертихвостка, насколько я поняла. У которой есть какая-то тайна. А главная героиня, она очень отзывчивая, очень добрая. И она в это все явно вляпается. Тут же она еще начинает общаться и с каким-то добрым, но повесой. И с его младшим братом, который ей очень нравится. Но этот младший брат положил глаз на сводную сестру главной героини. В общем, я так жду, что тут будут какие-то санта-барбарские страсти. Переходим к осени. К осени у меня будет серьезная литература. Потому что осенью меня ждет Генрих Сенкевич и его трилогия «Огнем и мечом». Я думала, что это про Украину. По крайней мере, первая книга рассказывает про восстание Богдана Хмельницкого. Но на самом деле трилогия про Польшу. Про восстание Богдана Хмельницкого первая книга. И про любовь, которая развивается на фоне всех этих событий. Вторая книга. «Потоп» рассказывает про нашествие шведов короля Карла X. И это нашествие называли «Шведский потоп», поэтому и название «Потоп». Опять же, мы наблюдаем, я насколько понимаю, за теми же героями, но уже в новых обстоятельствах. Вообще, Польшу в тот момент так потрепало, конец XVI века, что мама дорогая. Наконец, третья книга рассказывает о турецком нашествии на бедную, израненную Польшу, которая уже пережила восстание Богдана Хмельницкого и «Шведский потоп». Тут еще вот турки объявились. И декабрь. Я решила, что закончу год также Генрихом Сенкевичем, Генриком Сенкевичем и его крестоносцами. Опять же, Польша, не нашествие крестоносцев на бедную, несчастную Польшу. И опять же, любовная история на фоне происходящего ужаса в стране. Притом, здесь любовная линия между полячкой и рыцарем, крестоносцем. Это должно быть интересно. Вот такой план у меня на 2024 год. Очень рассчитываю на то, что со всеми книгами получится познакомиться. Рассчитываю на то, что большая часть из них мне понравится. Главное, чтобы они не заняли все время. А то классика читается, в моем случае, по крайней мере, гораздо медленнее, чем обычная литература. Такая фэнтези, либо что-то современное. Поэтому, может случиться так, что я буду весь месяц читать только вот этот вот свой выбор книжный. Что ж, я надеюсь, что и ваш читательский год будет полным приятных сюрпризов и неожиданностей. А на этом заканчиваю и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok